По дороге в Солнечное мы больше не увидим венки и памятники. Чиновники собираются перенести все павильоны с кладбища Будалык на специальную площадку, организованную неподалеку или же на шинном кладбище. Объясняют, по закону торговли возле проезжей части быть не должно. Предприниматели тем временем уверяют, переселение их разорит. Олеся Рожко выслушала все стороны. Не трогайте вы нас. Мы никому ничего плохого не делали. Мы работаем, налоги платим. Причин же нет. Хоть маленькие, но платим. Так предприниматели пытаются отстоять свои места. Чиновники заявили, Енисейский тракт ждет реконструкция. Перед универсиадой въезд в город будут расширять. А значит, венков и памятников вдоль дороги быть не должно. К тому же на такой пейзаж не раз жаловались горожане. Цель-то какая? Благоустроить эту улицу. То есть убрать их с территории автодороги. Потому что это и противоречит всем нашим градостроительным регламентам, и противоречит федеральному закону об автомобильных дорогах. То есть по нормам здесь не должно быть на автомобильной дороге этих объектов. На Бадалаке под переселение попадает 31 объект. Из них 20 павильонов стоят законно, 11 без соответствующих документов. А значит, их владельцы бесплатно пользуются землей. А вы можете предпринимателям ответить на такой вопрос? Они могут быть уверены, что перенос коснется всех 100%, в том числе и площадей муниципального предприятия? Ну, давайте так. Вот у кого капитальные строения, у кого земля в собственности, тех мы не сможем перенести, потому что нам эти законы не позволяют сделать. А что касается временных сооружений, да, то это общее правило. Если переносить, значит переносить надо всех. В качестве альтернативы предпринимателям предложили переехать в так называемый ритуальный городок. Один тут же на кладбище Бодалык, другой на Шинном. За аренду нового места придется заплатить только тем хозяевам павильонов, которые стоят незаконно. Бизнесмены уже посчитали, без этих расходов им придется вложить в переезд в среднем по 3 миллиона рублей каждый. Но проблема даже не в этом, а в предлагаемом месте. Поэтому бунтуют против нововведений и те, у кого документы в порядке. Боятся потерять клиентов, так как с дороги их бизнес видно не будет. Это у нас не печенюшки, это надо краны, это сколько переездка будет, это памятник надо снять, поднять. Это очень большие затраты. И переносят нас неизвестно куда, что тут мы просто там не будем иметь никакой прибыли. Чтобы до нас дойти, тут у нас еще павильоны есть, до нас просто не дойдут. По словам предпринимателей, переселить их должны вот на это место. Территория находится за армянской церковью на Бодалаке. И судя по тому, что я вижу, им придется поработать, чтобы привести эту землю в порядок. Как минимум выровнять ее и уложить брусчаткой. Заработать ритуальные городки должны к лету следующего года. На поиск компромиссов остается немного времени. Но чиновники уже дали понять, как 3 года назад на уступки не пойдут. Тогда предпринимателей обязали облагородить территорию вокруг. Взамен обещали не трогать. Но за это время бизнесмены так ничего и не сделали. Олеся Рожкова, Сергей Раков, 7 канал.